Внимание! Перед началом шоу убедительно просим перевести ваши мобильные телефоны в беззвучный режим и засунуть их глубоко-глубоко себе в карман. Вместе с вами яркое, жаркое, бомбезное шоу «Артековские дебаты». И я, и Пикущий Леоня Ороженко, в шуму! Итак, время представить жюри. Сегодня проект «Подобстрел» наших участников будут Марьяна Гринзина, Кирилл Франкев, Лей Березнов. Между прочим, руководитель отдела медиакоммуникации «Люнкор» и, конечно же, Зоя Койева, автор «Подобстрел». Ну что ж, мы можем начинать. «Право мукуринга» Андрея Бахнукова. А его поэтов сегодня выступит Илья Шамсутинов. Прямо в чем? «Право мукуринга» Ребята попробуют найти ответы на вопросы. Кто взял мою выпилочку с водой? И конечно же нужна лицензура в журналистике, но второе конечно, второй сфер. И так, мы можем начинать. Шеренгел футбровой статию 2. Тот, кто выиграет, выбирает форму. Начинающий Агилер Алисович. Я, пожалуй, буду отрезать. Центруру выяснили. И так, Илья, тогда тебе слово. У тебя есть 6 минут на то, чтобы сказать мне, себе и всем остальным, и зачем нужна слово? Я считаю, что цензура в журналистике непосредственно нужна, потому что в интернет-изданиях может присутствовать оскорбительный контент, который может навредить детям, которые зашли в интернет и попали нечаянно на ту или иную статью, связанную с экстремизмом, терроризмом и прочим. В Китае, Иране, Узбекистане, Сирии, Бриднаме, Кубе, Северной Корее, Саудовской Аравии, Арабской, Эмиратах, Нижней Корее и США, а также и отряд стран существует ежедневная цензура. Все. Итак, Андрей, у тебя есть 3 минут на то, чтобы задать вопрос. Привет, Эя, привет, Лилия, привет, Марина, привет, Андрюша, привет, Сой, еще. К тебе вопрос. Венчик современной аналистики — это отворец. Ее нам безумно не хватает. Да, мы стараемся это не прибрать. Мы вводим сюда, я имею в виду, журналистику, какие-то рационные новшества. Тебе не кажется, что цензура — это то, что непосредственно повышает быстрому распространению информации? Сейчас мне достаточно достать телефон, сфотографировать зал и кинуть в Инстаграм по своему изданию информацию о том, что я нахожусь на артических репатах. И никто не будет это проверять, и я думал, что это хорошо, потому что я сделал это, думаю, первым из присутствующих. Что ты думаешь по этому поводу? На твой сайт могут зайти дети, а если ты экстремист или террорист, на твоей фотографии будут размещены какие-то фотографии или еще что-то на твоем сайте, то это повредит детям и цензура непосредственно на такой же главный этап. Потому что, если журналист написал статью, чтобы ее зацензурировать, нужно пять-десять, чтобы зашипнуть те или иные слова и выпустить ее сверху. Я говорю немножко не об этом. Есть какая-то штука, я буду рассмотреть. Ты знаешь, это ты видел. Шесть плюс восемнадцать плюс ноль плюс. Я не смотрю на него. Мать какая-то лучше. По крайней мере, так шляпит моя мама. Не думаю, что это что? Вот это нужно для того, чтобы дети не увидели нежелательную информацию, а не цензурировали. Если мы будем делать весь контент, что есть в нашем мире, весьма и весьма добрый тем, если в фотографиях у нас выйдет непосредственно, если мы пишем разрыв какие-нибудь зайчики, не кажется ли это свежие новости превращаться в абсурд? Я считаю, что если мне это правда интересно, то они это знают без каких-либо новостных изданий и как-то отслеживают это в интернете. Если уж ты и так заботишься о детях, скажем так, мне кажется, ты путаешь понятие «принудительная цензура» и «цензура той, что в голове». Я мог бы выйти сюда со словами «салам ба-балам», потому что я так общаюсь со своими друзьями, но я не вышел бы, потому что я могу одержать определенный вопрос. Сейчас я задержу вопрос мальчика со своим стилем. Я могу этого не делать, но это внутренняя цензура. Это у меня в голове. Нет, непосредственно я с тобой согласен, да? И кому не интересно слушать о том, как подрезанивать все цветочки, всем интересна актуальная информация без цензуры. Но в то же время, если ребенок не понимает, если родители не могут объяснить ребенку о том, что так вот нельзя делать, либо они ему объяснили, но ребенок для себя не понял, стеснялся, спросить, боится, или еще какие-либо причины, которые есть на этом. Сейчас. Итак, Андрей, у тебя есть, по-моему, 6 минут, посоедините мне в память, на то, чтобы рассказать свои вопросы, как у меня и свою заключение. Я бы хотел сказать про то, что цензура должна быть в истории. Но, как я уже говорил совсем недавно, она должна быть в голове. Это не должно быть предприятие материала, когда у тебя убирают куча материалов, что не угодно каким-то определенным людям, что, к сожалению, так и работает сейчас, и работало давно. Я думаю, что цензура должна основываться на том, что человек будет думать о том, что он передает правильную информацию, о том, что он передает информацию, который может кому-то навредить. Я думаю, что цензура нужна, но не в том понимании, в котором она есть сейчас. Спасибо. Спасибо большое. И у меня... Чувствую? Ису. Видишь? Шутку хочешь? Давай. А почему Киселев проводит в МОГ-зитне больше? Потому что не актуально. Потому что мы с такими обываются. Блин, это должна была смешная шутка, должна была быть... А вот так нельзя. Как лучше? А летать? Жюри? Хорошо. Ну давай, покажем. Ну давай, покажем. Что такое цензура в голове? Когда человек сам продумывает и представляет для себя то, что можно вещать, а то, что нельзя. Когда человек сам ограничивает себя в каких-то темах лишь потому, что он пытается сделать так, что лучше. Когда делает это не потому, что есть у вас, а потому, что он хочет выдавать хороший материал, красивый. Мне просто интересно. Вообще, то, что ты называешь «тензурой галереи», это называется, соответственно, журналистикой. Это то, о чем наш медиафорум. И, например, главный редактор Легузин считает, что «тензура в голове» — это когда государства или какие-либо органы не запрещают писать какую-либо информацию. Но мы сами, мы, как журналисты, этого не делаем, потому что боимся. Я считаю, что «тензура» была немножко другой. В общем-то, наша джюри приняла непростое решение, и в обед мы отдаем идея. А на этом все. Подписываемся на инстаграм, и ставим лайк, и вся эта спура, и вся эта пара. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok